Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Ваидханан» и «Взмолился». Кто взмолился? Муше. О чем Муше молится, вы догадались. Как всегда, о своем насущном, о том, что он хочет войти в землю Израиля. Да, мы знаем, что ему уже сказали, не войдет он туда. Но он постоянно только об этом просит напрямую или косвенно, и вздыхает, и с тоской говорит о Святой Земле. Но чего она ему так сдалась? Ведь вроде бы он выполнил уже свою миссию, он знает, что все дальше будет хорошо. Хотя, с другой стороны, вы спросите у любого человека, который побывал в Святой Земле, и он скажет, ах, как там хорошо, какая природа, какое море, какие фрукты, какое вино, какие йогурты. Но что-то мне подсказывает, что Муше Рабейну хотел попасть в землю Израиля не ради колбасы с сыром, как часто называют разные волны репатриации из советского или постсоветского пространства. Объяснения тому, почему Муше Рабейну хочет так войти в землю Израиля, есть раньше. Разные. И не только вопрос о том, что тяжело уйти с позиции лидера. Нет, говорит вавилонский Талмуд в деле Сута следующее объяснение, что Муше говорит Всевышнему, что столько заповедей дал нам еврейскому народу, и я не могу, дай мне войти в землю Израиля, чтобы я их мог выполнить. Очевидно, эти слова Муше Рабейну говорят о заповедях, которые связаны с землей Израиля, которые невозможно выполнить в другом месте. Различные сельскохозяйственные заповеди, связанные с служением в храме, подношением, отделением и так далее. Но Рамбан, величайший мудрец Барселоны XIII века, говорит о том, еще в книге творим о том, что все заповеди даны, чтобы выполнять их в земле Израиля. Только там может быть полноценное выполнение заповедей только святой земле. А за пределами, в диаспоре, это только косвенное выполнение заповеди. И получается, что зачем тогда вообще выполнять заповеди в диаспоре, в изгнании? Этому дается много разных объяснений. Маораль из Праги говорит, что идет речь о традиции, что традиция не может прерываться, что мы должны сохранить эту непрерывную цепочку традиций от горы Синай до наших дней, для того, чтобы когда мы войдем обратно в землю Израиля, вернемся в Сион, для нас это не было как гром с однерасного ясного неба, а мы будем знать, что такое еврейский образ жизни, что такое святая земля. Агра, Великий Веленский Гаон, говорит о более социальном аспекте, что заповеди объединяют еврейский народ в изгнании и не дают исчезнуть еврейской самоидентификации, которая полноценно раскроется, когда мы вернемся в святую землю. Сифри, более древний комментарий, приводит слова пророка Эрмияу, который говорит, что заповеди в изгнании, в диаспоре, это только указатели в направлении святой земли. Так или иначе, вектор понятен. Заповеди — это то, что нам напоминают о святой земле, указывают, как туда двигаться. И в изгнании это понятно, но если вы приехали уже в государство Израиль, вы уже находитесь на этой территории, а вы все еще приехали за колбасой и сыром, и вас еще все еще привлекает йогурт, это значит, что этот путь еще не был пройден. Можно спокойно приехать в государство Израиль, но еще не сделать алию в святую землю. И точно так же в земле Израиля остаются эти указатели, указатели только полноценной выполнения заповеди. И теперь приходится в святой земле учиться плавать по-еврейски в океане в святости, а не как в лягушатнике в диаспоре. Успехов, дамы и господа. До встречи. Пока.